Друзья, привет! Сегодня с вами говорим про деменцию и стадии деменции, как, соответственно, помочь и поддержать себя. Бывает, это очень серьезная вещь, которая влияет на состояние и, в принципе, на все. Деменция, приобретенная слабоумие и бывает совершенно другая история. Конечно, вы на моем канале «30 плюс» с Аленой и здесь мы говорим про то, как можно дожить до любого возраста с комфортным психическим и физическим состоянием. Деменция сегодня наша тема и, конечно, не очень простая, не очень впечатляющая, но очень интересная и считаю, что супер-супер крутая, важная и вообще нужная. Скажу так, что деменция, причины, стадии и развитие я расскажу вам с точки зрения своего профессионального опыта. Вы меня знаете как медицинского психолога и нутрициолога параллельно и расскажу вам немножко из биохимии. Погнали! В общем, про деменцию. Моя бабушка умирала без деменции, мой дедушка умирал тоже без деменции в 94-93 года. И я у них не наблюдала таких серьезных моментов, которые бы сразу стали для меня таким ярким триггером. Но когда я работала в личном кабинете в Москве, то, соответственно, ко мне приходили и пожилые, и молодые. И вот на одной из консультаций была девушка со своей мамой, у которой была такая история. Если она сейчас меня смотрит, может быть, даже напишет комментарий. Первый раз, когда я диагностировала деменцию, для меня это было, конечно, шокирующе, как медицинского психолога, да. Но шокирующая была не та история, что я вижу этого человека, что я должна ему как-то помочь. После первого университета это было достаточно сложно, потому что знаний было мало, еще второго университета не было. В общем, было непросто. Но скажу так, что вся эта история закончилась благополучно, потому что какую-то консультацию я не длительную не брала. Я просто подсказала, что можно делать. И сейчас расскажу вам, как это увидеть, заметить и не тратить кучу денег. Виды бывают разные. Бывает сосудистая, трофическая, инфекционная, травматическая, токсическая. Все виды деменции могут затрагивать кору головного мозга. Начальная стадия, конечно, бывает разная. Больные с трудом запоминают новую информацию. Может забыть, о чем хотел сказать, куда шел. У него не получается вспомнить старые знания. Или какие-то имена, знакомых. В общем, все это имеет место быть. Начинается у некоторых бессонница, эмоциональная нестабильность, неряшливость начинается. Умеренная стадия бывает прогрессирующая, достаточно. Пациент начинает забывать имена близких, важные события в своей жизни, адрес проживания. И, в общем, вся эта нестабильность усиливается еще и чертами характера. Они становятся более резкие и проявляются разные-разные такие неприятные вещи. Способность к критическому мышлению очень-очень сильно нарушена. И, знаете, бывает там афазия, агнозия, апроксия. Это нарушение целенаправленных действий, нарушение восприятия, невнятная речь. Ну, какая-то такая странненькая. И бывает фоновая тревожность. Знаете, вот он постоянно-постоянно тревожный. Тревожный-тревожный-тревожный-тревожный. Конечно, у некоторых идет и распад личности. И пациент, конечно, теряет контроль над своими эмоциями и поведением. И может беспричинно кричать дома или на улице, грубо оскорбляя близких, незнакомцев. Может мастурбировать, может мочиться на виду у других людей. Может приставать какими-то фантазиями. В общем, разные бывают стадии. Бывает тяжелая стадия. Потеря интереса к близким и к увлечениям. Потеря контроля над функциями тела. В общем, куча всего. И знаете, ведь я называю совершенно разные вещи, приводят к этому всему разные моменты. Особенно инфекция. После инфекции может быть поражение головного мозга. Токсикация. Самая интоксикация, когда пожилые, даже молодые сейчас попадают в такую историю химического мира. В котором куча всякой, например, вафельки с аммиаком. Вафли, знаете, продаются для детей, для взрослых. Читаешь, аммиак. Например, хлебушек с глютеном. Говорят, глютен-то не безопасен для многих. Конечно, безопасен. Особенно у тех, знаете, потом надо пептиды принимать для кишечника, чтобы восстановить несколько месяцев. Ну и просто многие так живут, в принципе, как будто у них есть, знаете, завтрашний день следующий. И сегодня они хлеб с маслом, с адреналином. А завтра они у психиатра или у меня в кабинете. В общем, и смешно, и не смешно. У некоторых есть распад личности, неадекватное поведение и так далее. Плюс потеря интереса, потеря контроля. Это тоже имеет место быть. Сразу скажу, что все эти вещи, они могут и проявляться, и могут не сразу проявляться. Так же, как мне говорят, а мы можем и закисляться, и не закисляться. В общем, все это очень интересненько. Скажу сразу, что деменция, она, конечно, сама по себе неприятная. Но справиться близким можно. И, да, обычно сосудистая деменция, это та история, которая супер-супер непроста. И да, тут не только ожирение, но и другие проблемы, связанные с курением, с алкоголем, с диабетом и так далее. Поэтому все это имеет место быть и имеет такой момент, который обязательно, обязательно нужно проработать. И скажу так, что все вещи имеют место быть и супер важно это отмечать. Если вам интересно, если вам интересны мои навыки и знания, то подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы. С радостью вам отвечу. Это можно преодолеть, поверьте.